учения. Этот курс рассчитан на порядка 10, наверное, лекций. В самом конце ожидается экзамен. Этот курс, ну, по крайней мере, отчетность к нему будет только для студентов механико-математического факультета. Ну, слушать могут все. Ну, наверное, давайте теперь начнем, перейдем ближе к делу. Сегодняшняя лекция будет посвящена эмпирическому риску, его аппоксимации, функции потерь, сахатическому градиентному спуску, принципу максимального правдоподобия, максимальной операционной вероятности. В общем, все те вещи, которые всем давным-давно известны, но тем не менее необходимо их повторить в рамках данного курса для того, чтобы курс был самодостаточным. Скорее всего, те, кто посещал наши лекции по машинному обучению на мехмате или в рамках курса Share, не имеют представление, что это такое. Тем не менее, лекция не будет просто повторением того, что было. Это скорее будет дополнением, потому что в самом конце лекции мы поговорим о кайли-дивергенции, которая каким-то образом пытается измерить расстояние между разными распределениями. Посмотрим на некоторые интересные факты из области, опять же, кайли-дивергенции. И в целом данная лекция будет являться базисом, на основании которой мы будем строить дальнейшее изложение курса. Да, может быть, немножечко будет скучно тем, кто это знает, но повторение мать учения, поэтому ничего страшного. Ну что ж, да, сегодня поговорим очень кратко о эмпирическом риске, разделяющей гиперповерхности. Способом оптимизации, самым простейшим, который мы будем использовать и применять. Это градиентный спуск, а сахатический градиентный спуск, еще между ними разница. Потом посмотрим на регуляризацию и метод обстерьерной вероятности, потом посмотрим на логистическую регрессию и метод максимального протоподобия. И в самом конце посмотрим на кросс-энтерапию и дивергенцию культбеколейбера. Я не знаю, если сегодня Иван Леонидович на линии. Он является нашим научным руководителем данного курса и, в частности, моим руководителем тоже. Иван Леонидович, физик математических наук 2001 года. Он на данный момент является старшим научным сотрудником лаборатории проблемотехнической кибернетики Мгул Моносова. Раньше был главным инженером, ведущим инженером и тим-лидом в Олисай. На текущий момент он был директором в Huawei, в МРС, в лаборатории интеллектуальных систем науки от данных. Очень рад, что получилось с ним работать. Я, собственно, с ним работал раньше и под его началом, и учился под его началом. Поэтому благодарен за возможность прочитать лекции. Вот это я. Ну, наверное, я, может, похож, может, не похож. Я тоже, конечно, наук. Читаю лекции в МГУ и в МФТИ. На разные темы. Начинали мы с Ильи Евгеньевичем в 2019 году. Начинаю с введения машинного обучения, компьютерного зрения. Вот. На данный момент я немного переключился в область более теоретической. Вот. Теория дипленинга, глубокого обучения. Вот. Вот. Тоже работал в Huawei под началом Ивана Леонидовича. Работал в AIRI, ведущим научным сотрудником. И на данный момент я работаю в НЮРО. И где отправляю группу исследования интерактивности в автономии. Вот. Самый, как бы, единственный слайд здесь такой формальный. о вообще составе курса, о том, как будем сдавать экзамены и все такое. Курс, в общем, я буду читать на английском. Ой, на русском, точнее. Буду говорить на русском, но все материалы будут на английском. В общем, по ряду причин. Одной из причин является то, что все равно весь материал, все названия, на данный момент в глубоком обучении, они все равно все английские. Ну и чтобы туда-сюда не переводить слова, я, в общем, решил в итоге сделать на английском языке. Понятно, что я как бы не сильно, небольшой грамотей на английском хотел приходить каждый день говорить. Тем не менее, ошибки могут быть. И, может быть, даже на серьезные. Пожалуйста, можете их исправлять. Это нормально. Я открыт от критики к любой. Собственно, без нее исследовать не получится. Нужно иметь возможность получать чутбэк. Сам курс, лекции будут проходить по средам, 16.45. Надеюсь, время оно плюс-минус всем подходит. Но кому не подходит, я надеюсь, что запись в итоге пройдет нормально, у нас все запишется, и я буду выкладывать на YouTube. Сам курс, как я сказал, он немного более теоретический. Но при этом не только, может быть, и не столько про одни формулы. Это скорее про логику, как я пытался здесь написать, про логику, которая является внутри, под капотом каких-то известных вещей, чем про «давайте посмотрим на мега-классные результаты». В том числе, но опять же, не только формулы. Почему? Потому что иногда, например, хорошие статьи, у них там может быть порядка 20-30 страниц, из них там половина – это формула. Конечно, для разбора одной статьи может потребоваться целый курс. Нет, скорее всего, какие-то основные вещи, может быть, основные результаты теоретические будут использованы. Где-то получится, может быть, чуть более подробных разобрать, где-то мы можем только наметить путь решения. Опять же, будут разобраны интересные темы, более теоретические, как тема в целом. То есть, очень интересный научный, теоретический подход к решению какой-то проблемы, но, может быть, без каких-то доказательств. Я надеюсь, это в целом поможет получить некий кругозор о том, что такое вообще, как делается глубокое обучение в том числе. Не только и не столько запуском, скажем, крутых, больших нейросеток, которые могут за тебя уже писать лекции, как на нашей Шинелле, текущем чат GPT. Но о каких-то исследованиях. Пусть иногда эти исследования являются как бы постфактум. То есть, зачастую получается так, что в глубоком обучении, что у нас сначала получается сделать эмпирически какую-то крутую вещь без ее объяснения. Объяснение иногда приходит позже. Иногда получается наоборот. Тут предсказывается теоретически некая возможность, но не хватает мощности, не хватает баз данных, а затем они только появляются. У нас будет основной канал, телеграм-канал, на котором будут выкладываться все обновления, ссылки для подключения. Вот, собственно, он здесь есть. Это, собственно, тот канал, в котором наверняка вы уже состоите. Если нет, то прошу вступить. В PDF-ке по курсу будут выкладываться вот здесь. Это на гитхабе с paper.msu.cold. Курс, краткий репозиторий. Репозиторий называется кратко как intro.ml.dlt.2003.spring, в общем, introduction to machine learning planning theory. И ссылки на видео я не знаю. Может быть, буду тоже на гитхабе выкладывать, а может быть, буду публиковать в телеграме. Точно не знаю. Да, как я уже говорил, будет у нас экзамен для студентов Мехмата. Но если вы не являетесь студентом, или вам он не нужен, это курс по выбору студента, то, собственно, сдавать и не надо. Тем не менее, я очень не то что попросил бы, а, наверное, порекомендовал бы все равно прийти на экзамен, даже если вам, может быть, оценка не нужна. Я просто попробую свои силы. Действительно ли вы там усвоили материал данного курса или нет. Стоит, пожалуй, такая интересная попытка проверить себя, она стоит того. Вот. Что еще? Последняя строчка, но последняя, но не по номеру, но не по важности. Можно попробовать сделать какой-то свой проект. То есть, как пример, применить какие-то интересные и новые теоретические вещи на практике какой-нибудь простой проблемой. Или, если получится, что-то начать исследовать, даже, возможно, попробовать сделать какую-то публикацию. Пусть даже только на архиве. Все равно это будет очень полезно. Так что, в целом, этот курс рассчитан не только на то, чтобы ликвидировать ликвидировать какие-то пробелы в понимании, но и на то, чтобы побудить к каким-то большим, может быть, тем не менее, исследованиям. Так. Да, и по поводу экзамена. Скорее всего, он будет онлайн. Скорее всего, по тому оценке, в защиту будет представлять наш научный руководитель курса, то есть Иван Леонидович. А что из себя будет представлять экзамен? Я предполагаю, что я буду спрашивать какие-то вещи. Тут в каждой лекции будет сноска, и будет написано там, докажите это. Ей вопрос будет, почему это так. То есть они не очень сложные, но они, с одной стороны, не тривиальные, а с другой стороны, понятно будет, следил ли человек, причитал ли лекции, смотрел ли лекции, то есть ориентируется ли он в теме. То есть иногда без контекста будет непонятно, что нужно сделать или доказать. То есть, с одной стороны, как бы необходимо будет продемонстрировать две вещи. Одно вещь, что вы в целом понимаете структуру курса, логику того, что здесь происходит, а с другой стороны, можете немножко там доказать какую-то небольшую проблему, какую-то там, не знаю, формулу расписать, доказать небольшой факт, подтвердить. В общем, вот эти две вещи будет необходимо показать на экзамене. Каких-то там больших билетов, которые нужно будет писать, очевидно, этого не будет. Это не тот курс, не тот формат, на котором это можно было бы применять. Да, если, наверное, вопросы по формальной части, потому что дальше мы пойдем уже больше по теории. Если есть, прошу задать. Если никогда не изучали ML и Deep Learning, это сложно будет понимать курс? Нужны ли какие-то базы? Хороший вопрос. Спасибо. И да, и нет. То есть, с одной стороны, курс, ну, с моей точки зрения, плюс-минус самодостаточный, а с другой точки зрения, то есть, как бы, вот как раз первая лекция, вводная такая, она является базой. С другой стороны, подразумевается, что человек пробовал, либо планирует в ближайшее время попробовать многие вещи, о которых мы говорим, по крайней мере, с точки зрения попробовать на практике, то есть, на питоне, потыкать, например, обучение нейросетей немножко, чтобы то, о чем мы говорим, какие-то теоретические основы, они не были оторваны совсем от практики. В данном случае большим плюсом являются курсы, которые в рамках share, или на мехмате уже были прочитаны, то есть, например, введение машинное обучение, где было достаточно практики, либо компьютерное зрение, то есть, они помогут, скажем, привязать те вещи, о которых вы на практике говорили, там, сделали какие-то программы, писали, обучали нейросети, или даже не обучали, но, по крайней мере, видимо, как это делается, и сделать привязку к каким-то теоретическим результатам. Это будет крайне полезно. Если нет, то для вас этот курс скорее будет как набор интересных фактов, где-то с доказательствами, где-то только с результатами, но скорее сложно будет почувствовать, скажем так, важность. Я бы так это ответил. То есть, желательно, желательно иметь какой-то практический опыт. Да, хороший вопрос, надо поместить его затем в описание к этому курсу. Есть ли еще вопросы? Нет. Ну, если нет, давайте пойдем дальше. Вот. И девизом нашего курса будет являться такая фраза на латинском языке, которая читается как «Nano's gigantum in a race incidence», предположительно сказанная Бернардом Шартрисским в XII веке, то есть от 1100 года, который переводится, что это «Нанос гигантум» и что мы являемся карликами на плечах гигантов. Смысл состоит в том, что зачастую очень хочется почувствовать себя прорывным исследователем, ученым, практиком даже. Но нужно понимать, что все наше знание текущее, оно построено как большое-большое здание из многих этажей. И мы, может быть, находимся где-нибудь там, пентхаусе, но все эти этажи были сделаны до нас и были сделаны очень умными, способными, крутыми людьми. Именно поэтому мне бы хотелось в данном курсе преподнести вот эти этажи, которые находятся в данном здании научного знания, пусть их хоть немножко затронуть. Именно поэтому у нас как бы введение теории. Не просто теория глубокого и машинного обучения, но введение теории. То есть, понятно, что попытаюсь, понятно, что дам какой-то набор фактов, направлений, как и куда копать, но, очевидно, все это будет не... информация все равно быть неполной. И мне бы очень хотелось, чтобы у вас возникло желание углубиться. Ну, то есть, по-хорошему, то есть, мы рассматриваем какую-то тему, и если она вас заинтересовала, в каждой лекции будет большое количество ссылок на оригинальные работы. Вот просто пройтись по этим ссылкам, посмотреть, почитать статьи. Вообще, это хорошая практика читать статьи в первоисточнике. Вот. Поначалу будет сложно, но потом при этом. Ну, начнем. Сейчас будет какая-то некоторая часть, которую, возможно, уже слышали, и о которой знаете. И, да, в целом, большая просьба, если у вас что-то непонятно по ходу, какой-то такой по подзначениям, либо еще почему-то, можете смело меня перебивать, спрашивать, что не так. Я постараюсь сразу ответить. Но если у вас какой-то вопрос, требующий, не знаю, какого-то времени подумать и более развернутого ответа, лучше его спросить в конце лекции. То есть, чтобы слишком лекции не прерывать. Ну вот. Обучение на примерах. Собственно, откуда же мы все вот мы говорим обучение, обучение, машинное обучение, глубокое обучение. Откуда это все пошло? Ну, данная часть лекции, она в целом очень хорошо изложена у нашего классика машинного обучения Константина Воронцова. Вот. Я в целом приведу основные факты оттуда. Пусть у нас будет набор дескрипторов, описаний наших объектов. Это x, y это множество меток этих объектов. То есть у нас есть в целом какое-то описание. Это описание может быть каким угодно сложным, то есть может быть много-много мерным. Ну и мы обычно подразумеваем под меткой нечто одномерное, ну либо очень простое. Потому что все-таки метка должна быть проще, чем сам объект. У нас есть неизвестная зависимость отображения из x в y мы будем называть y со звездочкой. И у нас есть конечное обучающее множество xm состоящие из пар x и t y и t. Такое, что у нас y и t это есть функция от x и t y со звездой. Вот задача индуктивного для обучения на примерах это построить такой алгоритм а малое отображение опять из x в y такое, что он будет аппроксимировать зависимость y со звездой не только на этом обучающем множестве, но и также на более широком множестве, то есть в котором будет очень тестовое множество. И эмпирический риск это средняя ошибка алгоритма только на обучающем множестве. И какой главный подход к решению и нахождению эмпирического риска это минимизация эмпирического риска это общий подход для того, чтобы решать огромное множество задач, в том числе классификации, регрессии и так далее и тому подобное. Вот. Все это в общем основная база заложена здесь. Мы просто измеряем как алгоритм работает на обучающем множестве, как хорошо он предсказывает метки, метки, которые у нас нам даны свыше оракулом. Что такое функция потерь? Функция потерь это обычно функция от двух переменных. И она характеризует как хорошо алгоритм предсказывает. Алгоритм Y предсказывает метку из ground truth. Я даже не знаю, как это по-русски сказать. в общем метку предоставленную нам оракулом, то есть верную метку, правильный ответ. Y' для объекта из обучающей выборки. Множество алгоритмов, среди которых мы будем искать наш, это мы будем изучать через A большое, это множество A маленьких. И вот мы бы хотели вести поиск внутри этого множества большого, чтобы найти зависимость внутри данного множества. И эмпирический риск, уж формальное определение, это среднее, то есть 1m из суммы от 1 до m, напоминаю, что m малое количество объектов обучающей выборки, функции потерь, где двух переменных, одна переменная это результат работы алгоритма, а вторая это ground truth метка. Это обозначающий эмпирический риск от двух переменных, только одна переменная здесь сам алгоритм, а вторая это обучающая выборка. Минимизация эмпирического риска, опять же, более формально, если у нас есть множество а-большой алгоритмов, то мы хотим минимизировать его по а-маленькой из этого большого эмпирического риска r-большого. Плюсы минимизации эмпирического риска это очень конструктивный универсальный подход, мы видим, мы можем составить эту формулу r-большого и мы понимаем, что это значит. Что значит минимизировать, то есть мы хотим минимизировать количество неправильных ответов. Минусы это оверфитинг на обучающий множество, потому что, как мы видим, здесь это функция от xm. Встречается всегда, когда мы применяем минимизацию эмпирического риска, ну или почти всегда, потому что критерии качества мы измеряем на том же самом множестве. Решение это понятно, что нужно измерять, может быть, на другом множестве, либо вместо, либо вдобавок, но тем не менее, нам нужно другое множество здесь. Примеры функции потерь. Что такое функция потерь? Примеры очень простые. Мы будем говорить в курсе о двух задачах. В основном классификация немного регрессии. В классификации функции потерь это просто свидетельство того, правильно мы ответили или нет. То есть выход алгоритма y равен ground transmit y или нет. Если равен, то у нас 0, если не равен, то 1. То есть 1 минус функция кран-экера. Функция не является непрерывной и в том числе не является гладкой и минимизация эмпирического риска превращается в задачу комбинаторной оптимизации. И понятно, что в некоторых практических приложениях мы можем свести к поиску максимальной совместной подсистемы системы неравенств. Число неравенств будет равно число неизвестных. Точнее, число обучающих примеров M. И в целом эта задача NP сложная. То есть решения быстрого у него не существует. По сути, это перебор. И с этим нужно что-то делать. И что делать с этой комбинаторной сложностью мы рассмотрим дальше. С точки зрения регрессии тут все гораздо проще. Это просто квадрат ошибки, либо, может быть, модуль ошибки, но обычный квадрат, потому что дифференцируемая гладкая функция. И здесь никакой комбинаторной сложности не возникает. То есть нужно что-то делать с классификацией. Давайте посмотрим дальше. Что же делается для классификации? Прошу прощения. Поскольку классификация функция потеря недифференцируемая, нам нужно что-то делать. И для этого нам нужно все два новых понятия. Разделяющая гиперповерхность и аппроксимация эмпирического риска. Рассмотрим задачу бинарной классификации. Отображение из x в y, где y это просто две метки плюс 1 и минус 1. И мы бы хотели сделать наш алгоритм в терминах функции знак сигнум. От g, где g это некая дискриминатная функция, а w это один из параметров этой функции, g это вектор параметров, который мы хотим, мы бы хотели выучить или определить в процессе обучения. при этом g от x и w равное нулю это наша разделяющая поверхность, то есть граница между классами. И при этом классификационная ошибка, то есть там, где выход алгоритма не равен y, у нас он должен давать, то есть у нас получится либо a больше нуля, а y меньше нуля, и наоборот, y больше нуля, а меньше нуля. И таким образом их произведение всегда будет меньше нуля, то есть вот это здесь все записано, то есть произведение y на функцию разделяющей поверхности меньше нуля, это признак того, что у нас ошибка. Вот мы говорим о разделяющей поверхности, какая она бывает? А вообще она бывает очень разной. Понятно, что самая простая форма здесь это прямая линия или гиперповерхность в многомерном случае. Вообще она может быть нелинейной. Вот мы слева можем видеть, что у нас есть два класса, синие точки и красные точки, и разделяющая поверхность между ними очень такая, загогуленькая такая. Опять же, разделяющей поверхностью может быть много разных. Даже если вот мы справа, вот у нас опять же к сине-красной точки, разделяющая поверхность это прямые, но их может быть много разных. То есть она может быть не единственная, она может быть нелинейная. Здесь, например, линейную радиоизоляющую поверхность провести не получится. Только вот такое. Аппроксимация. Мы посмотрели на радиоизоляющую поверхность, но нам нужно как-то дифференцировать еще наш эмпирический риск. Давайте посмотрим на R с волной. Это будет аппроксимация эмпирического риска, которая дифференцируема, и при этом это верхняя граница настоящего эмпирического риска. Зачем это нужно? Затем, что если мы будем заниматься минимизацией эмпирического риска R с волной, а мы бы хотели минимизировать, почему? Потому что, крайне мере, изначальный эмпирический риск – это количество ошибок. Мы бы хотели минимизировать количество ошибок. В данном случае наша минимизация эмпирического риска – это то, что написано слева, то есть это среднее количество ошибок или там, где произведение Y на G меньше нуля. Мы бы хотели, чтобы это было меньше или равно, чем аппроксимированный эмпирический риск, R с волной, и, собственно, вот это вот самое L здесь уже стоит. Здесь, видите, здесь у нас не было L, здесь у нас было квадратные скобочки, что значит как бы функция ступенька Хевисайда, а здесь уже некая L. Вот это вот L, это мы будем называть ее функцией потерь в данном случае, она должна быть не возрастающей и не отрицательной аппроксимацией функции ступеньки Хевисайда. То есть вот это вот у нас здесь записано L больше либо равно квадратных скобочек. Ну, вот один из самых первых вопросов, который может быть получен на экзамене. Зачем нам здесь требования невозрастания и не отрицательности функции L? Не так сложно. Дальше, в общем, будем опускать значок T tilde над R, потому что будем и так работать в основном с аппроксимацией эмпирического риска. Поэтому, скорее всего, здесь и далее будем воспринимать R с волной, как то же самое, что R. Давайте посмотрим. Вообще очень важно между различными концепциями машинного, ну, в любой науке, но в том числе в науке машинного обучения находиться в взаимосвязи между разными подходами, концепциями, определениями. Вот есть у нас так называемый признак максимум правдоподобия или по-английски максимум likelihood estimation или MLE. Что это такое? У нас обычно есть, называемый PDF, probability density function, то есть функция плотности распределения. И вот она обычно у нас совместна от XA и от Y, ну, и conditioned при условии неких параметров W. И понятно, давайте просто, пусть у нас в данном случае каждое новое измерение, оно независимо, то есть XYX и YI независимо, скажем, от XI плюс 1, YI плюс 1 и от всех остальных XJ, YJ. То есть таким образом мы можем факторизовать совместную плотность как произведение по всему множеству. и мы хотим максимизировать логарифм от правдоподобия. В общем, да, кстати, хороший вопрос. Что такое правдоподобие? Это один из таких вопросов, на которых половина людей, считающих себя специалистами машинного обучения, сыплется. В общем, правдоподобие не что иное, как тот процесс, когда мы подставляем в функцию плотности вероятности значение аргумента. То есть правдоподобие не является вероятностью, но, как мы знаем, мы можем из функции плотности вероятности получить самую вероятность, это интеграл под кривой. Например, от X до X плюс дельта. Тогда вот этот интеграл под кривой будет являться вероятностью дельта. Но точечное измерение, оно может быть любым. Оно может быть больше единицы. Оно больше 0, но оно может быть намного больше единицы, потому что P не должно быть меньше либо равной единицы. Оно может быть любым. Самое важное, чтобы у нас интеграл от P, от P по X, он давал единичку. Так вот, правдоподобие – это просто точечное значение функции плотности вероятности. Мы бы хотели посмотреть его на логарифм и максимизацию найти. То есть лог-лайк, или хоть будем снять как LL. И поскольку у нас произведение, это будет то же самое, что сумма логарифмов, мы хотели максимизировать. Одновременно мы знаем, что у нас есть эмпирический риск, его аппроксимация, и мы бы хотели тоже его минимизировать. А мы бы хотели его в обратную сторону, его минимизировать. Здесь у нас 1 на M, сумма P. И если посмотреть, то между ними очевидная связь. Поскольку мультипликативные, даэдитивные коэффициенты, константы не влияют на значение оптимизации, то эти два принципа эквивалентны, если у нас наша функция потерь – это минус логарифм правдоподобия. Вот, собственно, это очень простая очевидная зависимость. То есть, по-хорошему, если бы нам получилось найти такую функцию потерь L, которая бы в реальности была равна минус логарифм правдоподобия, то эти два принципа совпадали. К сожалению, подобрать так изначально, да даже в процессе работы с данными, так L, чтобы она была равна минус логарифм правдоподобия на реальных данных, потому что реальные данные, они очень сложные, их много, они шумные, и как мы могли бы их вложить в какое-то распределение, для этого еще не очень понятно. Поэтому мы будем обычно пользоваться функцией L, которые будут отличаться от минус логарифма правдоподобия. Об аппроксимации. Что нам нужно сделать? Нам нужно аппроксимировать некую функцию, которая была бы больше или равна, чем ступенька Хевисайда. Давайте дальше будем рассматривать непрерывно дифференцируемые функции. Что интересно, что некоторые аппроксимации будут не просто приятны на практике, что их можно дифференцировать, они могут еще повышать общающую способность. Не всегда, но иногда может так повести. Зачем это нужно? Затем, что если у нас есть функция непрерывно дифференцируемая, мы можем применять любой из методов из-за парка методов оптимизации. Их существует огромное количество. Но самый простой вариантный спуск, мы об этом посмотрим, для того, чтобы обучать веса W. Например, методы градиентного спуска, выпуклой оптимизации и так далее. Здесь варианты аппроксимации. Вот наша ступенька красная. И разные виды. То есть логистическая регрессия зеленая, синяя – это SVM, еще Ada Boost черный. Да, это вот этот черный. Не так важно, что они обозначают. Это, в принципе, было в курсе машинного обучения. Если интересно, можете посмотреть. Важно что? Важно то, что все они, видите, больше либо равны этой функции, хависайда красной. Поэтому они являются правильными аппроксимациями. Ну, давайте очень быстро вспомним, что такое градиентный спуск. Вспомним, что у нас есть задача минимизировать эмпирический риск. Это то есть сумма функции потерь. И будем означать через LIT это значение функции потерь на итем элементе обучающего множества. То есть XIT, YIT. То есть уберем вот эти XIT, YIT в индекс, а W оставим как единственный параметр у элитов. И что же такое градиентный спуск? Стандартный метод, придуманный давным-давно. К сожалению, не берусь сказать когда. Возможно, во времена ньютона, но не буду врать. Скорее всего, может быть, известно было и раньше. Так вот, как же он устроен? Мы должны сделать какое-то изначальное допущение о наших весах W. То есть как-то их заинициализировать, например, нулями или какими-то случайными числами, которые могут быть равны, если у нас W многомерны, могут быть неравны. И затем самое важное у нас итерация алгоритма это получение следующего W через предыдущие. Так вот, WT плюс 1 равно WT минус это. Это некий шаг шаг градиента, гиперпараметр, про который мы ничего не знаем. Умножить, но который задается изначально. Умножить на градиент функции, которая наша потеря, ну, значит, не то, что функции потеря, градиент нашей итерического риска в точке WT, то есть на прошлой итерации. Какая проблема? Проблема-то в том, что, видите, вот этот самый градиент от R, а R у нас сумма от единички до M малая, а M малая может быть очень и очень большим. Ну, например, обучающее множество на данный момент состоят из миллионов. И даже, скажем так, миллион – это обычная индустриальная база. Такая плюс-минус средняя. Самые выдающие прорывные результаты сейчас, которые мы можем видеть, наблюдать, восхищаться в интернете, которые мы можем найти, они обучаются уже на миллиардах. Очевидно, мы не сможем каждый шаг делать и дифференцировать, находить градиент в миллиарде точек. Это просто неэффективно и, как говорится, интерактабл. То есть мы не сможем это сделать быстро. Что-то нужно с этим делать? И помогает нам в этом стахастический градиентный спуск. То есть у нас добавляется самая стахастичность вначале, зачем это нужно? Затем, чтобы справиться с проклятием огромного количества данных в обучающей выборке. Как он устроен? Опять же, у нас есть инициализация W, у нас есть некая аппроксимация эмпирического риска. Все то же самое. Но когда мы делаем итерации, мы делаем не по всему множеству XM, выбираем какой-то объект XIT. Считаем на нем ошибку, берем градиент от ELIT. И видите, шаг градиентной итерации отличается от градиентного спуска классического тем, что мы считаем не по всему R, а только лишь по ELIT. И апдейт, мы можем ошибку считать, можем ее как бы сглаженным образом считать, но это как бы не обязательно, мы можем не смотреть на нее. Важно то, что как мы считаем W, вы видите, вот здесь и разница. То есть мы вместо подсчета миллиарда ELIT, потом сложений, потому что градиентная и линейная функция, мы их считаем лишь в одной точке. Казалось бы, отлично, да, но дело в том, что он не очень стабилен. Ну, какая вариативность в SGD вообще бывает? Ну, во-первых, как инициализировать W? То есть можем нулями, самый простой способ. Можем инициализировать случайным числом, там, в каких-то диапазонах. Можем еще предобучать на каком-то другом обучающем множестве, потом зафиксировать веса и перенестись на новое обучающее множество. Это так делается как бы на практике очень часто. То есть изначально мы обучаем с какой-то простой инициализацией, предобучаем на одном обучающее множество, потом переносим на другое обучающее множество. Это одна ось, независимая оптимизация. Вторая ось – это что делать, если… Как нам подавать объекты? Нам же нужно какие-то объекты подавать. И подача этих объектов – тоже нетривиальная вещь. Мы можем переставлять случайным образом, мы можем больше подавать объектов, на которых в данный момент у нас больше ошибка, а можем наоборот подавать больше объектов, на которых мы сейчас выдаем наибольшую неопределенность. Что значит наибольшая неопределенность? Это очень маленькое значение модуля y, ну, в общем, y умножить на g, значение в разделяющей поверхности. Почему это неопределенность? Потому что мы находимся где-то около границы. То есть мы не запихнули границу, не провели, точнее, прошу прощения, не провели границу таким образом, что мы классифицируем его явно либо очень далеко с одной стороны, либо очень далеко с другой стороны, а мы положили около границы, и мы не уверены. То есть надо куда-то его дальше распихать. Вот в этом – это тоже один из методов. Опять же, а когда останавливаться? Вот мы говорили, у нас есть итерация y, y плюс 1. Как мы будем прыгать от y плюс 1 до y плюс 2, и плюс 3? Когда останавливаться-то? И опять непонятно. Это еще один гиперпараметр, скажем такой, когда у нас есть некий бюджетное вычисление. То есть мы исчерпываем верхнюю границу по количеству итераций. Это какой-то сверху заданный параметр. Например, мы знаем, что у нас одна итерация идет, не знаю, одну секунду, у нас есть бюджет 1 минута, мы говорим, вот делаешь 60 итераций. Если бы в самом конце не получили хорошую функцию, точнее, не получили хорошее значение весов, которые бы давали маленькую ошибку, значит, нам не повезло. Это один из подходов. Второй подход – когда мы смотрим, когда у нас значения перестают меняться, то есть что бы мы ни делали, особо не меняются. Либо веса, или их нормы, например, либо когда само значение эмпирического риска аппоксимирования не меняется, значит, нет смысла дальше продолжать. Вот это иллюстрация разницы между сахатическим градиентным спуском и градиентным спуском. Градиентный спуск, он быстрее и как бы спускается в наш минимум и как бы более гладко и плавно. Сахатический градиентный спуск, его поведение в целом на графике отражает. То, как мы прыгаем от точки к точке, в итоге мы сойдемся куда-то близко к тому, куда бы сошелся градиентный спуск, но не обязательно там, потому что у нас много шума. Потому что когда берем градиент по одному примеру, или по небольшому количеству примеров, в общем, это не очень круто. Правда, проблема может быть в том, что градиентный спуск может застрять классически в каком-то локальном митинге, а сахатический градиентный спуск может из него выпрыгнуть, именно потому что он был такой случайный, как бешеная табуретка. Это может сыграть и плюс. Но здесь у нас минимум один, поэтому здесь сахатический градиентный спуск ведет себя так вот рандомно немножко. Да, вот мы рассмотрели игры с SGD, GD, а может быть есть что-то посередине, и да, есть так называемая золотая середина, это пакетный мини-батч SGD, когда мы бы хотели, с одной стороны, не использовать все еще всю базу данных, которые обучающие у нас есть, для более правильной и надежной оценки градиента. С другой стороны, один пример нам тоже не хватает. То есть некий трейдов, компромисс между GD и SGD. Что делать? Ну, просто будем выбирать подмножество мощности K, которая больше единички, но меньше M. Убираем подмножество, считаем здесь функции потерь, точечные, и затем, когда мы делаем градиентный спуск и его итерацию, то есть вот видите, здесь берем среднее по градиентам, по вот этим вот и житым из этого множества. То есть некий такой компромисс. Обычно батч, то есть пакет данных, который используется, он не очень большой, но и не очень маленький. То есть десятки, сотни, может быть там до тысячи доходить, но это же совсем крайний случай. Обычно 32, 64, 128, 256, что-нибудь, которые используются. Теоретически некие заметки. И здесь имеется в виду, когда же у нас есть какие-то гарантии сходимости. Вообще гарантий их не очень много. Вот основная работа, это еще 51-го года, как вы видите, то есть старая. Тем не менее она есть. Есть подкрутки разные, и они выходят постоянно. Я обычно особо ссылаться на них не буду. В общем, в данном курсе мы про них особо говорить не будем. Так вот, сходимость гарантируется только для выпухлых функций и для ограниченного градиента. То есть мы должны знать, что у нас наш градиент, наши функции пойдет сюда, ограничен. И при этом выпуклый. То есть не он выпуклый, а сама функция выпуклая. Градиент ограничен. В каких случаях? Вот помните, у нас был шаг градиента. Так вот, оказывается, условие именно на это накладывается, что, во-первых, шаг стремится к нулю. При этом сумма et равна бесконечности, а сумма их квадратов меньше бесконечности бесконечно. Пример здесь очевидный – это 1, деленное на t. И скорость сходимости здесь тоже O, большое – это 1, деленное на t. Есть еще так называемый метод наискорейший градиентный спуск или метод наискорейшего градиентного спуска. Что мы делаем? У нас же есть шаг итерации. Давайте возьмем шаг итерации и подставим, то есть это W минус это градиент, и подставим еще раз в R. И будем минимизировать уже по это. То есть, видите, получается у нас такое как-то задание рекуррентное, рекурсивное задание. И здесь мы уже можем поиграться с этой, например, здесь какую-нибудь производную, и можем найти оптимальную эту созвездую. Проблема в том, что это сложно. Опять же, у нас это R большое, состоит из огромного количества примеров. Но, тем не менее, метод такой есть. И для каких-то маленьких простых задач, маленького объема данных, он может и можно применять. Понятно, что у нас есть теория на это. А как на практике это самое выбирается? Миллион способов. Просто миллион. Тут в целом это гораздо больше искусства, практическое, эмпирическое искусство, чем какая-то теория. Понятно, что есть большое количество работ, в них даже есть какое-то количество теорем и доказательств, но все они как бы... Тут действует так называемый новый фриланс фермер. То есть, нет, не можем мы себя вытащить из болота за волос, как здесь нам делают ментхаузен. То есть, не получится применить везде, чтобы всегда эта идея работала. Везде это работает только в определенном количестве ограничений, в определенных случаях. Поэтому огромное количество эмпирик, евристик здесь существует. Например, что мы можем делать? Мы можем делить, например, каждую n-интерацию, для каждой тысячи итераций делить на 2 или на 10 наш шаг градиентного спуска. То есть, мы начинаем с единички, потом 1 десятая, потом 1 сотая и так дальше. То есть, мы как бы эмулируем 1 на t. можем делить не не безусловно, а при наличии некого условия. Вот это условие – это обычно, когда наше значение эмпирического риска ампроксимированного предстает меняться, предстает уменьшаться. То есть, мы застряли на плато, что же делать? Ну, давайте уменьшим градиентный шаг градиентного спуска. Learning rate по-английски. Поделили его или уменьшили, опять начали спускаться, потом опять застряли, опять поделили. И вот такие самые простые случаи. Более сложные, нетривиальные – это использование стратегии разогрева, когда мы сначала наоборот повышаем, а потом понижаем. Использование всяческих законов типа косинусного или линейного вместо дискретных делений, когда мы обновляем шаг. Использование цикличности – это тоже очень интересно. То есть, мы будем использовать этот самый разогрев несколько раз для того, чтобы, если мы застреваем локальным минимумом, опять из него выбираться. Потому что, чем меньше вы делаете шаг градиентного спуска, тем меньше у вас возможности выпрыгнуть из локального минимума, если вы там застряли, тем сложнее без увеличения шага градиента. Вообще, в принципе, обойти локальные минимумы, если они у нас есть. А их обычно много, за исключением каких-то вырожденных случаев. Вот это иллюстрация различных градиентных шагов. То есть, вот это warm-up стратегия. То есть, мы сначала увеличиваем линейный рейт, а затем мы его уменьшаем дискретно. Делим, делим, делим. Можно треугольниками это делать, то есть, увеличивать линейно, а потом линейно уменьшать. Можно делать более гладко, это косинусный закон. Можно совмещать, например, косинусные деления. То есть, мы сначала ушли вниз, потом опять начали повыше, и опять ушли вниз, потом опять ушли вниз. Вот, все видно. Можно, это циклический закон, вообще такой пила такая, пилообразная штука. В общем, кто на что граждан. Обычно вот эти законы изменения линейна, они встроены в фреймворки нейросетевые, и вы просто указываете, там, гиперпарамер. Я хочу, например, warm-up с таким-то количеством итераций вверх, и затем деление, там, каждой сколько-то итераций. Или я хочу косинусный, или я хочу циклический какой-нибудь. Все это есть в нейросетевых фреймворках. Крайне мере, в каком-то виде. Если нет, ну, придется, вам это реализовывать, вам не так сложно. Вот, о переобучении. Вот мы говорили, что у нас застревание локальной минимумы. Что вообще еще, какие проблемы существуют глобально в градиентном спуске и вообще в минимизации эмпирического риска. Если у нас маленькое обучающее множество, либо у нас огромное количество весов W, и по сравнению с ним у нас маленькое обучающее множество. То есть, количество весов гораздо больше, чем пример в обучающем множестве. Таким образом, мы можем просто запоминать всю обучающую выборку. Либо у нас большое количество признаков или фич, как называют, у объекта. То есть, объекта у нас 10, а фич у каждого объекта там по 1000. Поэтому, опять же, это не очень хорошо. У нас, скорее всего, при огромном количестве таких фич у нас будет, опять же, третий пункт здесь будет не информативный, то есть, какие-то зависимые признаки, либо шумные. А настраиваясь на шумные признаки или зависимые, мы, таким образом, если мы поменяем множество, на которые мы это тестируем, то есть, измеряем ошибку, поскольку там шумные признаки будут другие, либо зависимые признаки будут другие, то у нас получится ошибка очень большая. Как мы можем наблюдать, что у нас существует оверфитинг или переобучение? Несколькими способами. Наиболее простые – это мы можем наблюдать внезапные изменения норм весов, то есть, там, модуля, или, я не знаю, какой-нибудь метрики LP. О чем это говорит? Говорит о том, что у нас у модели повышается внимание какому-то определенному признаку, какой-то определенной фичи. То есть, ни с того, ни с сего модель считает, что у нас, ага, вот этот признак является наиболее значимым. И не буду я вообще обращать внимание на остальные признаки, зачем тратить мое время, усилия, давай я тебя буду смотреть только на конкретный признак, ну, или там, какое-то подмножество признаков. Вот. Это может быть и хорошо, если у нас остальные признаки, у нас шумные, но обычно это, как бы, вещи параллельны. Они не связаны. И когда увеличивается норма каких-то конкретных подмышленных признаков, скорее всего, у нас оверфитинг и переобучения. Ну, и если у нас очень большая разница ошибки на трейне, на обучающем множестве и на тестовом множестве, это говорит о том, что на обучающем множестве мы при процессе обучения мы настроили ИСА-Дубль-В очень хорошо, может быть, запомнили полностью. Когда мы пытаемся переменить на тесте, то мы говорим, ого, и ошибка может быть на порядок больше. То есть на ТВА 3%, это нормально, а на 50% больше. Это уже говорит нам о том, что нужно задуматься, что-то у нас не так, что-то мы, скорее всего, переобучились. А при этом изменение норм Дубль-В даже не требует отдельного множества для проверки. Здесь нам нужно это множество, но здесь на это множество не нужно. То есть мы можем просто посмотреть в процессе обучения, что у нас что-то не так с ИСА-М. Как бы нам избегать этого? То есть мы посмотрели на причины, мы посмотрели, как это засечь на практике, а что же сделать, чтобы этого не было? Существует, опять же, ряд подходов. Например, процедура кросс-валидации, ранняя остановка обучения, то есть мы не пытаемся достигнуть нулевой функции потерь или эмпирического риска. Мы хотим дойти до какого-то параметра и остановиться, потому что чем дальше мы идем, тем больше вероятность того, что мы просто запоминаем, настраиваемся на обучающую выборку. Но мы сегодня рассмотрим первый пункт, а именно уменьшение норм весов. То, что связано с первым пунктом в этом блоке, где мы пытаемся засечь то, что у нас существует при обучении. Так вот, если у нас есть внезапный изменение норм весов, то мы можем как раз что-то делать в процессе обучения с тем, что наши нормы весов могут взорваться. Давайте что-то делать, и вот это вот что-то делать, в данном случае это называется регуляризация, то есть мы будем следить за нормами и пытаться их уменьшать. Вот. И здесь в основном были слова-слова-слова-слова. А на практике как эти слова вложатся в формулу и связываются с другими признаками. Вот есть у нас такой признак максимально пастериорной вероятности или максимально пастериорной проболюции или MIT map. Что у нас есть? У нас есть функция плотности совместной плотности x, y. Вот. А еще до этого если у нас в принципе максимум правдоподобия у нас был просто некие веса W, и мы ничего про них не знали, они у нас были и были. А здесь давайте-ка добавим некую еще вероятностную модель, то есть плотность в данном случае на весах на них самих, то есть P от W. Тогда что это такое? Это может быть некое параметрическое семейство неких распределений зависит от W и H, H некий неизвестный нам параметр и он обычно фиксированный для того, чтобы получить семейство. Вот. Тогда по правилу Байса пастерерная вероятность P от W чему равна? Равна P от X при условии W умножить на совместную плотность и деленная на вероятность X обучающей выборки. Но мы про нее ничего не знаем, какая у нее вероятность. Она все равно у нас, поскольку выборка зафиксирована, это некая константа, поэтому говорим, что это по правилу Байса наша условная вероятность W при условии обучающей выборки пропорционально другой условной вероятности, то есть выборки при условии W умножить на вероятность самих этих весов W. Таким образом, максимизация логарифма пастерерной вероятности, что это такое? Здесь у нас получается уже минус, нам нужно период вынести, это логарифм P W при условии X, и это равно сумме логарифмов, ну, факторизация у нас, опять же, мы считаем, что все у нас независимые, все примеры, поэтому они это просто в терминах вероятности или правдоподобие произведения, когда берем логарифм, у нас сумма, вот, и поскольку здесь у нас добавляется еще один член, то есть когда мы берем логарифм, это будет сумма, вот, что у нас получается, у нас получается сумма логарифмов правдоподобий элементарных плюс логарифм вероятности или правдоподобия W самого веса, и мы хотим уже максимизировать по W и H, и H, это некая параметризация наших моделей плотности весов сами. Вот, запишем это еще раз формулу здесь. какие же бывают вообще модели параметрических семейств для W? Обычно используют самое, не знаю, широко используемое, самое универсальное, это нормальное, плотность его распределения это 1 на корень из 2 π σ e в степени минус W минус μ деленное 2 σ квадрат в квадрате, но очень стандартная формула, которые все должны знать. и мы бы хотели, чтобы у нас веса были не очень большими, то есть где-то около нуля, поэтому мы фиксируем μ равное нулю, фиксируем некое σ и подставляем ее сюда, то есть у нас логарифм e как раз экспонента уходит и остается просто квадрат и будет какой-то коэффициент и плюс аддитивная константа мы ее выкидываем, потому что не влияет на оптимизацию, а мультипликативный коэффициент перепишем в виде τ, деленное на 2. Таким образом, наш принцип максимизации опустеренного вероятности эмпирического риска приводит нас к тому, что у нас есть опять это вот правдоподобие плюс некий аддитивный член, который является нормой в квадрате весов. Задание найти явное выражение Тау от Сигма, но это просто посчитать над бумажкой. Что интересно? Интересно то, что вот это есть регуляризация. Что такое регуляризация? Когда мы добавляем дополнительные ограничения на вероятностное семейство весов и считаем это через байсовскую формулу байса, мы выходим на вот эту штуку, которую все называют так называемый weight decay или L2 регуляризация, но зачастую бывает не очень непонятно, откуда она берется. Собственно, вот эти предыдущие слайды говорят о том, что она берется из очень простого принципа, из формулы байса. Ну вот, опять же, давайте посмотрим эту формулу, давайте посмотрим на градиент. Градиент у нас будет по весам, поэтому здесь двоечка выносится вперед, поэтому здесь писали tau деленное на 2, для того, чтобы потом красиво получить плюс tau омега. Вот, tau W очень важно. И градиентный шаг, когда получается 1 минус tau это W это минус это на градиент нашего эмпирического, максимированного эмпирического риска. Вот, и у нас есть некий параметр здесь tau. Вот, чем больше значение tau, тем больше у нас, мы больше обращаем внимание на оверфитинг, и тем больше мы его пенализируем, то есть устраняем, но, с другой стороны, наша сходимость с точки зрения фитинга или уменьшения ошибки на обучающих примерах, оно у нас не так быстро. Не так быстро мы сходимся, но зато мы сходимся медленно, но надежно. Вот, как нам подбирать этот параметр tau? по-хорошему, с точки зрения процедуры кросс-валидации мы просто подбираем наилучшее. Вообще, это тоже, опять же, как мы говорили, скорее всего, это больше искусства, чем какая-то наука здесь, гиперпараметра чрезмерная. Вот, и такая процедура называется weight decay. Почему? То есть decay это значит уменьшение весов. Почему? Потому что веса уменьшаются каждый раз линейно. Вот мы видим вот здесь. И коэффициент, который там в нейросиффреймворках, который задает это weight decay, он обычно явно задается. То есть мы не задаем даже, то есть мы не только задаем это, но мы задаем еще вот этот коэффициент tau умножить на это. То есть мы одновременно задаем и learning rate и вот этот вот параметр tau, который отвечает за регуляризацию. И собственно самая небольшая добавочка, точнее минусовая добавочка к w на каждый раз. Мы немножко уменьшаем. И обычно tau должно быть гораздо меньше единицы 10-3. вопрос как с точки зрения L2 регуляризации. L1 регуляризация когда у нас tau модуль w. И каким образом мы можем понимать, как мы можем проложить мостик между L1 регуляризацией и вероятностной точкой зрения на весь этот процесс. То есть нужно если чуть больше углубиться в этот вопрос, это вопрос про то, какое семейство распределения нужно использовать для w при рассмотрении принципа минимизации эмпирического риска. Вот один из нормальных вопросов. Логистическая регрессия. В общем, я думаю, мы уже близко к концу. Сейчас больше картинок пойдет. Сколько сигмоид? Сигмоид это логистическая функция. Это функция, которая позволяет нам всю действительную прямую сжать в отрезок от 0 до 1. Она придется как 1 деленная на 1 плюс E в степени минус Z. Это сигмоид, стандартная штука, когда мы хотим что-то перегнать в маленький диапазон. Логистическая регрессия это классификационная модель. Очень интересно называется регрессия логистическая, но при этом это не регрессия, это классификация, классификационная модель на два класса из минус 1 плюс 1, где вероятность позитивного класса это сигмоид на линейные функции от входа. То есть вероятность что у равно плюс 1 это есть сигмоид от G нашей разделяющей поверхности и в данном случае наша разделяющая поверхность здесь это просто скалярное произведение между W и X. И надо доказать, один из примеров, доказать, что логистическая регрессия вероятность любого класса, не только позитивного. То есть это определение, используя это определение, мы можем найти, что вероятность любого класса это тоже сигмоид от G умножить на Y. Вот правила логистической регрессии, что у нас вероятность позитивного класса, если это больше либо 1,2, то мы считаем, что мы нашли позитивный признак, а если меньше 1,2, значит это неотрицательный. То есть что у нас есть? Мы сначала с помощью сигмоиды загнали в диапазон от 0 до 1 и считаем, что если выше 1,2, то это позитивный класс, если ниже 1,2, то это негативный класс. Таким образом очень простое правило, то есть больше половины и меньше половины. И это подразумевает под собой линейное классификационное правило, что сигмоид от G больше 1,2. Понятно, что P у нас есть сигмоид. Если записать, подставить вот сюда и посмотреть, раскрыть скобки, привести подобный слоган, ДТП, тоже простой пример, две строчки, это то же самое, что и скалярное произведение больше лебра 0. То есть мы перешли от сложного определения, сигмоидов, каких-то классификаторов к очень простому линейному правилу. То есть логистическая регрессия это не что иное, как давайте поделим с помощью W наше пространство на 2 гипер... на 2 гиперполу... с помощью гиперплоскости на 2 гиперполупространства. Не знаю, не знаю, как сказать. В общем, мы делим на 2 части. То, что с одной стороны у нас получается, это один класс, то, что с другой, другой класс. Вот и все. Очень интересный вывод получается из логистической регрессии в линейнец. А что есть функция потери логистической функции? Давайте опять... У нас есть совместное распределение x и y. Давайте поместим... Запишем это с помощью правил условного распределения, что это есть... В общем, что у нас... Чему равно совместное распределение? Это равно условное, но на маржинальное распределение и произведение. Вот мы знаем, что у нас условное распределение это сигмоид. Вот она у нас здесь есть. Записываем. А x это у нас обучающая выборка, это некая константа от w, то есть ее вероятность не зависит от w, поэтому максимизация логарифма правдоподобия или l это опять же сумма логарифмов плюс константа какая-то, мы хотим ее максимизировать. Но эту константу мы выкидываем, она не влияет на наш принцип, а у нас сигмоид мы можем записать, расписать и получить, что наша максимизация и минимизация эмпирического риска вот такой штуки. если вы подставите сегмоиду, то получится логарифм 1 плюс экспонента минус g. Вспоминаю, что раньше у нас там был минус, и мы максимизировали, а теперь у нас то же самое, поскольку знак на минус, то это мы будем минимизировать. И внимание, это есть логистическая функция потерь. Собственно, вот мы и приложили тропинку между основными понятиями, такими, как МЛЕ, принцип максимального правдоподобия, принципы построенной вероятности, регуляризации и даже логистической функции потерь. Все это вещи, скажем так, одного порядка, все это лежит рядом. С точностью до каких-то небольших тонкостей, как мы определяем логистическую функцию сификационную. И у нас есть эмпирический риск, ступенька. Если мы вот эту ту самую функцию потерь нарисуем вот здесь, это будет такая штука зеленая, и мы видим, что она будет соприкасаться только в одной точке, с той ступенькой в точке нуля, а во всех остальных она будет строго больше. И на бесконечность будет все равно больше. Таким образом, мы получаем, что это корректная аппроксимация эмпирического риска. То есть она точно больше либо равна. То есть мы через наши какие-то там калькуляции простейшие вышли к корректной аппроксимации эмпирического риска. То есть мы можем ее использовать в качестве функции потерь. И минимизируя ее, мы будем минимизировать количество ошибок. Вот такая вот интересная дорожка. так значит в каком-то виде в курсе машинного обучения классического тоже рассматривается. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что вот все у нас все одного поля ягоды. Все эти понятия, принципы. И вот так вот можно... Потому что зачем я это вообще здесь привожу? Не знаю, как расширение кругозора. Чтобы было понятно, что когда вы применяете какие-то функции потерь в ваших задачах минимизации, вот логистическая функция потерь, она достаточно сложная, необычно выглядит. Какой-то логарифм 1 плюс E минус что-то там. Что это такое? Откуда оно берется? Оказывается, все это не так сложно. Все это есть причины на то, чтобы это было так. И причины достаточно простые. Причины все сидят с одной стороны в очень простом принципе минимизации эмпирического риска, то есть минимизации количества ошибок, а с другой стороны с вероятностью точки зрения этих правил и условной вероятности. Все это не так сложно. Все это объясним. И на самом конце давайте посмотрим на кросс-энтропию, потому что у нас до этого функция потерь была логистическая, у нас были регуляризации, а еще вообще для классификации применяется кросс-энтропия. Есть бинарная кросс-энтропия, есть не бинарная, начнем с бинарной. Пусть у нас есть множество Y, здесь уже заметено, что у нас не плюс один, минус один метки, а 0,1. Но опять же, как в логистической регрессии у нас вероятность Y положительного класса при входе X равна сегмуиде, и будем это единичный класс, P0, это PY равно 0, при условии X, потому что всего два класса, очевидно, P0 равно 1 минус P1. Тогда логистическая функция потерь может быть записана в форме кросс-энтропии. И, в общем, задание это будет расписать и доказать, но это действительно так. То есть наша бинарная кросс-энтропия это просто запись логистической регрессии для двух классов. Но не плюс 1, минус 1, а 0 1. И тогда это действительно записывается. То есть это минус сумма Y умножить логарифм P от Y плюс 1 минус Y логарифм 1 минус P от Y. Поскольку у нас Y либо 0, либо 1, то у нас либо один член будет ненулевой, либо другой. То есть если Y равно 1, вот это будет член ненулевым. То есть просто логарифм P от Y будет быть нулевым, либо наоборот. Если этот Y равно 0, вот это член уничтожается, это остается, получается алгоритм 1 минус P. Вот. И поэтому замечание, что у нас, ну не поэтому, а просто замечание, что нейронная сеть с одним слоем с активацией типа Sigmoid и функция потерь бинарной кросс-энтропии это просто логистическая регрессия. Но что же такое небинарная кросс-энтропия? С точки точки зрения бинарной кросс-энтропии все понятно. Это просто опять же логистическая регрессия. Еще же небинарная. Для этого нужно посмотреть, что такое многоклассовый Sigmoid. Для этого у нас был опять же бинарный 군. Давайте его Пусть у нас больше двух классов, линейная классификация здесь, линейный классификатор A от XW, нам нужно найти тот класс, ту метку C, в Y у нас какое-то количество классов больше двух. Для каждого класса у нас существует его специальный WC-набор весов. Мы хотим найти такой набор весов, который максимизирует нашу дискриминатную функцию. В качестве дискриминатной функции выступает скалярное произведение, то есть у нас линейный классификатор. Вероятность класса C при условии X определяется по помощи так называемой softmax-функции, которая является экспонентом от дискриминатной функции, деленной на сумму по всем классам. Опять же, это самый экспонент с дискриминатной функцией. Таким образом, мы видим, что softmax у нас получается многомерный на выходе, то есть это не одно значение на выходе, потому что у нас C пробегает все значения количества классов Y. В этом разница. То есть для бинарного случая у нас был один выход. Здесь, если у нас, хотя у нас было два класса, но выход у нас был один. Здесь же у нас есть, например, K классов, то и выходов softmax тоже будет K по числу этих самых C. И классификационное право здесь очень простое. Аргмакс по softmax, но это то же самое, что и softmax просто по скалярному произведению. Вот. Да. Если у нас сигмоид переводил любую, в общем, действительную прямую в диапазон до единицы, то что делает softmax? Softmax переводит любой многозначный вектор в вектор распределения вероятности. Что это значит? Что значит, что мы, во-первых, от 0 до 1, каждое значение его будет, каждое C в данном случае. И сумма по всем C будет равна 1. Вот. Теперь мы полностью экипированы для того, чтобы посмотреть на многоклассовую логистическую функцию потери кросс-энтерапии. Вот. Для этого нужно посмотреть в one-hot encoding, так называемый, даже не знаю, как по-русски это сказать. Вот. А, унитарное кодирование. Вот. Называется. Унитарное кодирование и энтерапия. Ну, предположим, что у нас есть вектор вероятности P, такой, что сумма P это равна 1, а сами P это от 0 до 1. Вот. Что такое энтерапия? Энтерапия – это минус сумма P логарифм P. А, унитарное кодирование – это когда у нас, предположим, у нас какое-то количество классов, на этом месте стоит, если у нас, мы знаем, что для этого объекта у нас его класс – это YC, то на этом месте YC у нас будет стоять единичка, на месте остальных – 0. Количество элементов – это количество классов, напоминаем. Вот. В случае, если мы будем считать P умножить на лог P, ИТ, в данном случае на вот этом месте Y, ИТ равно YC, мы получим 1 умножить на логарифм 1, и то же самое, что 0. А что, если на другом, мы посчитаем вот эту самую энтерапию в другом месте? Ну, здесь у нас получится там 0 умножить на логарифм 0, да, то есть неопределенность. Можем воспользоваться правилом Лопиталя. Вот. P логарифм P – это у нас предел X, примечивающий к 0, X логарифм X. Немножко перепишем, то есть логарифм X, деленное на 1, деленное на X. Производная логарифм X – это 1 на X, а в знаменателе будет минус 1 на X в квадрате, то есть получаем минус предел XA к X, примечивающий к 0, то есть получаем 0. Ага, то есть в этом случае тоже 0. То есть у нас что 0 получится на месте, где у нас метка единички, что 0 получится на местах, где метка не равна единичке. Вот. Таким образом, все случаи разобраны, и энтропия в случае унитарного кодирования у нас 0. Отлично. Что дальше? Дальше переходим к многоклассам логистическому функции потерь. Вот. Вот у нас наша метка. И то же самое. У нас та же самая ситуация, как и с бинарным… с функцией потерь для бинарной логистической регрессии. Мы максимизируем логарифм правдоподобия или то же самое, что минимизируем отрицательный, или NLO называется, neglock likelihood, то есть отрицательный логарифм правдоподобия. Вот. Просто расписываем. Минус логарифм. Поскольку это было начальное произведение, то это будет сумма логарифмов. Мы знаем, что здесь softmax, и подставляем softmax. Мы знаем, что такое softmax, это E в степени что-то, деленное на сумму E в степени что-то. Вот это вот что-то – это линейная функция от KG. Вот. И вот мы можем это записать. Оказывается, мы можем это переписать. Вот эту вот штуку мы можем переписать через двойную сумму. Вот. Где мы добавим вторую сумму по Y. Почему? Потому что мы знаем, что наш Y – это у нас, как это называется, унитарное кодирование. Вот. И таким образом переписывается вот в таком несложном виде. То есть, опять же, Y и T умножить на логарифм PY, равный житому классу. Вот. Но что насчет кросс-энтропии? То есть, мы переписали, мы видим уже, что что-то знакомое, что-то похожее, наверное, на кросс-энтропию, но как же все равно нам связать кросс-энтропию и вот эту запись? Вот. Для этого посмотрим на неравенство Гипса. У нас есть, опять же, вектор вероятностей и другой вектор вероятностей PYQ. И неравенство Гипса говорит о том, что сумма PYT и логариф PYT будет всегда больше либо равно PYT и логариф QYT. Для любых двух распределений PYQ, а знак равенства только в случае P равно Q. Доказательства. Самая важная здесь штука – это что если у нас X больше нуля, то логарифм X будет меньше либо равно X минус 1. Это вообще можно на картинке даже посмотреть и проверить. И знак равенства будет только если X равно единичный. Эти штуки очень часто применяются в разных математических олимпиадах и конкурсах. То есть, такие вот интересные замечания. Определим множество И большое как множество таких индексов, где у нас PYT больше нуля. Тогда посчитаем на вот этом множестве там, где у нас PYT больше нуля. PYT логарифм QYT минус PYT логарифм PYT. У нас опять же PYT вносится за скобки. Разница логарифма – это логарифм частного. И применяем вот эту формулу log X меньше либо равно X минус 1. У нас будет меньше либо равно PYT на QYT минус 1. Здесь сокращается. Получим вот это. мы знаем, что сумма логарифм QYT это равно по некому подмножеству. По некому подмножеству. Потому что у нас наше подмножество – это там, где у нас PYT больше нуля. Но про QYT ничего не говорится. То есть это какое-то по множеству QYT будет меньше либо равно единичке. Минус суммы PYT. А сумма PYT по множеству индексов, где у нас PYT больше нуля, это будет просто равно единичке, поэтому будет равно нулю. То есть мы доказали, что невероятность выполняется там, где у нас PYT больше либо равно нуля. Ну, у нас есть другой случай, когда у нас PYT равно нулю. В этом случае мы уже доказали, что P умножить на логарифм P равно нулю по правилу Лопиталя. И опять же записываем вот эту разность этих распределений. В данном случае у нас там, где у нас P логарифм P сокращается, это просто нолик. Получается P логарифм QYT. Но у нас здесь PYT равно нулю. Вот. Мы знаем, что логарифм QYT будет меньше либо равно логарифма единичке, то есть тоже ноль. То есть у нас ноль на ноль будет ноль. Таким образом, мы доказали это неравенство. И равенство только там, где у нас Q деленное на P равно единичке. Вот. В случае и принадлежащий большому, в этом случае у нас P равно QYT 0. В общем, как дополнение этого множества. Это все у нас доказано. Интересное замечание, что максимальная энтропия, чему она равна? Потому что мы можем посмотреть, применить неравенство Гипса. У нас есть качество неравенства QYT 0. равномерное, то есть 1 деленное на n. И что у нас получится? У нас получится логарифм n умножить на сумму PYT, то есть равно единичке, то есть логарифм n. То есть максимальная энтропия всегда равна логарифму n. Это очень интересный и красивый факт, который является следствием из неравенства Гипса. А второе следствие, какие у нас границы для энтропии? С одной стороны, мы доказали, что она больше либо 0, а с другой стороны, по доказанным, меньше либо 0. Таким образом, мы получаем границы от 0 до n. Идем дальше. Кайль-дивержинс. Все еще мы подходим к вопросу, что же такое кросс-энтропия. Определение. Дивержинс само по себе, то есть дивергенция между двумя распределениями, оно должно определяться на одном и том же множестве распределений S. Такое, что функция, она у нас определяна на паре S, она отображает некое действительное число, не обязательно положительное. Ну, точнее, она положительная по условию, но как бы изначально, но просто действительно. Если выполняются два условия. То есть дивергенция, если у нас выполняются два условия, одно из которых, оно всегда больше либо 0, а второе, что равно 0, если P равно Q. Видите, это не просто какая-то метрика или функция расстояния, тут не выполняется неравенство, например, треугольника. Тут достаточно неотрицательности и равно 0, если P равно Q. То есть она в данном случае не обязана быть, опять же, симметричной. То есть DQP не равно DQ. Достаточно вот этих только двух условий. И вот Caldivergence – это что это такое? Это сумма P умножить на логарифм P, деленное на Q. Давайте докажем, что это действительно дивергенция между распределениями. Ну, запишем, перепишем, а мы знаем, что вот это вот, это больше либо 0 по неравенству Гипса, и при этом равно 0, только если P равно Q. Таким образом, вот эта вот запись является дивергенцией, то есть корректной дивергенцией между международной распределениями. Ну, собственно, иллюстрация. Предположим, у нас есть P, у нас есть Q, а Caldivergence будет выглядеть вот так. То есть она может быть и больше 0, она может быть и меньше 0. Ну, нужно, чтобы она суммарно была больше 0. Это точечное значение. Точнее, оно может быть как-то отрицательным, но интеграл должен быть больше либо 0. Это то же самое, это очень яркая аналогия с правдоподобием. То есть правдоподобие тоже может быть в точечной. Оно может быть больше единицы, но при этом интеграл будет единички. Еще есть у нас прямая дивергенция и обратная дивергенция. Пусть у нас есть два действия, пусть у нас есть распределение P, и мы бы хотели оптимизировать, беря во внимание это P, то есть предположим, что P у нас зафиксировано, и мы как-то играемся, оптимизируем распределение Q. И прямая дивергенция KL это просто D по Q. А обратная дивергенция это когда мы минимизируем уже обратную штуку, это D ку-п. Так вот, оказывается, что минимизация прямого KL означает минимизация разности этих распределений в тех регионах, где у нас P больше нуля. Ну, потому что у нас, когда у нас P умножить на гриф P, деленное на Q, то есть там, где P равно 0, там ничего делать не нужно. Мы обращаем только на те регионы, где у нас, на те области, где у нас P больше нуля. Поэтому, если мы минимизируем по Q в этих регионах прямой дивергенции, где у нас P больше нуля, то это берет к тому, что новое распределение Q попытается покрыть максимально как-то support, по-русски не знаю, поддерживающая множество, в общем, не помню, как это называется. Вот support P. А если же мы минимизируем обратную кальдивергенцию, это означает, что здесь нам уже нужно обращать внимание на те регионы, где у нас Q больше нуля, потому что Q у нас здесь на первом месте стоит. Это ведет к тому, что Q покрывает основные моды P, то есть она максимизирует, если будем говорить в терминах precision-recall, то прямая кальдивергенция максимизирует recall, обратная дивергенция максимизирует precision. И в общем, здесь опять же иллюстрация. Изначальное распределение P, оно фиксировано, и мы хотим оптимизировать, либо минимизировать либо прямую кальдивергенцию, либо обратную. И Q это то самое оптимальное распределение. Для прямой дивергенции это будет вот такая штука, она будет максимально покрывать поддержку, support множества P. А когда мы оптимизируем, минимизируем DQL для обратной дивергенции, то есть DQL QP. Здесь DQL PQ, здесь DQL справа, DQL QP. То она, видите, она просто обращает внимание на максимальное, как бы гордок здесь, максимальную моду, и просто пытается его максимизировать. искала аналогии. И вот, наконец, мы можем перейти к кросс-энтропии. То есть запись мы уже получили, несколько слайдов назад, где-то здесь. Да, сумма Y умножить на логарифм P от Y. Но это все еще мы записали логарифм эмпирического нашего риска, максимация эмпирического риска. Все еще никакой кросс-энтропии тут нет. Вот. Что же такое кросс-энтропия? Крос-энтропия это между международными делениями P и Q, где P это наш монетарное кодирование верных, правильных меток. Q это выход нашего софтмакса, то есть последнего слоя нейросети. Крос-энтропия это что? Это минус P умножить на логарифм Q. Вот. И опять же это можно записать как энтропия P плюс KL-дивергенция PQ. Так как энтропия, мы уже посмотрели, что она больше либо в нуля, и KL-дивергенция она у нас тоже больше либо в нуля, значит, кросс-энтропия всегда не отрицательна. То есть HPQ всегда будет больше либо в нуля. Для любого унитарного кодирования энтропия у нас ноль. Где-то раньше мы уже посмотрели на это. В нашем случае получается, что у нас H кросс-энтропия равна кольдивергенции это тоже получается тоже больше либо в нуля, и поскольку это у нас это равенство, потому что энтропию мы выкинули, она у нас здесь нулевая, то при этом кросс-энтропия равна нулю только тогда и только тогда, когда у нас P равна Q. То есть два распределения совпадают. И мы получили еще одно универсальное объяснение, зачем нам нужно использовать кросс-энтропию. вот ну вопрос какое максимальное значение кросс-энтропии или кольдивергенции вот вопрос подумать, то есть мы посмотрели на максимальное значение для энтропии, она была логарифмом n, а существуют ли такие простые красивые формулы для кросс-энтропии или кольдивергенции это вопрос один из вопросов на экзамен например. Что интересно все мы в итоге подошли свели опять же огромное ну никак огромное никакое не огромное малюсенькое но тем не менее какое-то количество фактов мы свели к тому, что вот у нас есть кросс-энтропия у нас есть формула она разбивается на два члена каждый член мы рассмотрели отдельно мы доказали для них все вот и таким образом пришли к тому что наша кросс-энтропия пытается минимизация кросс-энтропии соответствует сведению двух распределений вместе выходу софт-макса и унитарного кодирования как бы из ground truth ну можно посмотреть еще если у нас метрики потому что у нас есть вот кальдивердженс оказывается и она не симметричная вот можно сделать что-то симметричное оказывается можно и называется это дивергенция Дженсона Шеннона это когда мы просто берем и записываем полусумму кальдивергенции ПМ и КОМ где М это одна вторая полусумма наших распределений по ЭКОМ вот что такое метрика метрика это когда у нас метрика D это функция двух переменных это выполняется следующее условие то есть во-первых у нас если оно равно 0 то x равно y она симметрична и выполняется равен треугольниками и оказывается что корень квадратный из дивергенции Дженсона Шеннона является метрикой вот и доказательства с одной стороны двух первых пунктов оно очень простое то есть симметричности и если 0 то значит это x равно y вот тут просто мы переставляем то есть корень равен 0 это то же самое что он сама равен 0 то же самое что КЛ-дивергенция ПМ и КОМ равен 0 потому что оба из них они больше либо 0 значит они каждый равен 0 а это значит что Q равно 1 вторая P плюс Q деленное на 2 и P равно 1 вторая P плюс Q деленное на 2 значит что они оба равны друг другу и равно 1 вторая P плюс Q но то что симметричность ну просто мы переставляем КЛ-ПМ с КЛ-КОМ вот эти две дивергенции и ничего не меняется немного более сложно а может быть даже более много сложно это доказать неразь треугольника здесь я вот привожу ссылку это в принципе ссылка можно щелкнуть там PDF будет можете посмотреть там две что ли страницы доказательств но это если интересно здесь это уже не настолько тревять вот ну какие у нас как-то вообще графически посмотреть вот опять же у нас есть P есть Q P красненькая Q синенькая прямая дивергенция это красная обратная это синяя здесь будет ну в принципе понятно мы просто меняем P и Q местами поэтому они у нас очень симметрично получаются для того чтобы посчитать Дженсона-Шеннона нам нужно посчитать КЛ-дивергенции от P и Q где M это полусумма это будет уже вот такие штуки красные и синяя вот а Дженсона-Шеннон если мы сложим вот то и получим вот такую штуку Дженсона-Шеннон в пайку ну если взять еще и корень из него получим вообще метрику то есть метрику между распределениями вообще очень интересная нестандартная вещь как считать то есть распределение то есть мы обычно знаем метрики между двумя скажем двумя векторами да здесь у нас целое распределение и мы хотим налагать на них не какие вероятностные штуки мы хотим налагать на них определенные там еще сверху какие-то условия вот еще хотим чтобы между двумя распределениями то есть некими классическими штуками мы считали расстояние то есть метрика оказывается такое можно сделать через корень квадратный из дивергенции Дженсона-Шеннона зачем здесь это приведено это в принципе не относится к кайли-дивергенции скажем и к нашему к нашей вот этой видимости точнее к нашей теме сегодняшней лекции про то что все взаимосвязано это понадобится в теоретическом рассмотрении ГАНов то есть генеративных 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 соседательных сетей вот там будет использован Дженсона-Шеннона Девергенс но поскольку все равно это связано с кайли-дивергенцией которую мы здесь начали рассматривать почему бы нет на такой ноте и позитивной будем заканчивать какие основные выводы по сегодняшней лекции можно сделать ну во-первых классификацион качество классификатора измеряется эмпирическим риском то есть количеством ошибок классификации на практике эта функция недифференцируемая негладкая с ней ничего не сделаешь кроме как комбинаторного перебора применяется аппроксимация эмпирического риска которая больше либо равна как бы реального эмпирического риска мы оптимизируем с помощью простейшего метода первого порядка это градиентный спуск и его практическая версия это пакетный вариант стихотического градиентного спуска регуляризация например в данном случае L2 регуляризация основана на принципе максимум обстреленной вероятности вот и это не просто давайте подумаем и добавим член функцию потерь и он нам будет помогать нет все это основано на принципе вероятности сигмоид софтмакс логистическая кроссантропийная функция потерь и принцип максимум правдоподобия все между собой связаны все это одно и то же только как бы со своими то есть нужно подставлять разные вещи в разные места но это все одно и то же вот это нужно мне кажется понимать если одна из основных вещей здесь если вы как бы начнете понимать вот эти взаимосвязи которые лежат за основными понятиями машинного обучения но и глубокое обучение в том числе вот будет гораздо гораздо легче потому что вы будете видеть то что лежит под капотом всех вот этих функций которые как бы на них изначально смотришь но не знаю как у кого как у меня лично вначале когда я сплакнулся я с практической точки зрения сплакнулся с глубоким обучением то есть у меня вначале было не очень понятно откуда берутся все эти функции почему минимизация использования этих функций потерь будет вести к хорошей классификации как они между собой связаны откуда взялась эта кросс-энтеропия вообще что это такое какая-то энтеропия плюс диверген что это вообще такое оказывается все это не так сложно формулы не сложные все они на уровне я не знаю математического анализа первого второго курса больше ну и как бы и чуть-чуть теории наверное теории вероятности то есть тоже третий курс или второй все не очень сложно ладно и дивергенция Кульбака Лейблера это не метрика а вот корень из Дженсона Шеннона уже является метрикой ну и как бы тоже очень важный вывод то есть один из двух самых важных выводов здесь был это про взаимосвязь между сигмоидами лосами функциями потери как бы принципе NLE и MIT и второй очень важный вывод сегодня это то что минимизация кросс-энтеропии это то же самое что минимизация кальдивергенции а минимизация кальдивергенции то же самое что попытка сблизить двух распределений то которое мы предсказываем с помощью нашего нашей нейросети или нашей модели машинного обучения и правильными метками или ответ ground русского называется и вот это то есть вот эта минимизация она настроена на то чтобы сделать их как можно ближе то есть вот вот в этом и состоит состоят основные подходы к обучению то есть мы думаем не когда мы говорим про классификацию по крайней мере мы думаем не в разряд скажем так не в терминах каких-то точечных каких-то функций сравнений или еще чего-то мы должны думать в терминах распределений мы должны думать как мы должны совместить как можно больше распределений почему распределения а не какие-то точечные функции потому что мы живем в вероятностном мире потому что у нас огромное количество примеров, огромное, то есть не то, что огромное, какое-то количество ошибок и тому подобное, то есть мы должны думать в терминах вероятностных мат-ожиданий, условных мат-ожиданий, возможно, но ни в коем случае каких-то точных оценок. Именно поэтому все дальнейшее наше исследование теории машинного обучения, глубокого обучения тоже будет основано на вероятностных посылках, а именно на, если мы говорим про классификации, будет основано на минимизации кросс-энтропии, например, вот, наверное, и все. Спасибо большое за внимание. Не знаю, заслужил ли кто-нибудь до конца? Что-то честно писать, сейчас прочитаю. Будут ли укладываться презентации по курсу? А, носитель, да, спасибо большое. Да, я уже стал как-то забывать русский язык. По презентации по курсу, да, будут выкладываться, 100% будет выкладываться, все будет выкладываться. И, надеюсь, видео тоже, если оно не запишется нормально. А есть ли еще вопросы? Есть вопросик по... Да, можно чуть-чуть погромче? Прошу прощения. Есть вопросик не по лекции, а по, скорее, организации, вот, и по тому, откуда, по какой теме, в общем, можно двигаться в сторону решения каких-то задач, публикации и так далее, какого-то собственного ресерча. Прежде всего, я думаю, это должно определяться вашим желанием. То есть вы спрашиваете, именно исходя из логики курса, что можно делать, или чем бы, я не знаю, чем бы вы хотели заниматься? Потому что лучше всего, если будет пересечение между тем, что вы хотите, и тем, что нужно. Вы, наверное, спрашиваете про то, какие темы можно брать для собственных проектов. Так? Ну да. Я понял. Я планирую через какое-то время, может быть, через лекцию, через две, подумать и выложить... Вообще, по-хорошему... Понятно, что первая лекция это просто про введение математической нотации и как все это между собой взаимосвязано с этими нотацией между собой. Дальше каждая лекция, она будет, в принципе, затрагивать какую-то определенную тему. То есть, например, representation learning, rebusiness certification, GAN, еще что-то. Вот. И предполагается, что берется какая-то тема из какой-нибудь лекции и какая-нибудь практическая задача применяется к тематике данной лекции. Причем, скорее всего, не обязательно брать, я бы сказал, если мы говорим про практические применения, не обязательно брать какие-то большие датасеты, не ставить взять там CIFAR, ImageNet это уже чересчур, и попытаться поэкспериментировать с ними, например, покрутить теоретические теоремы или, например, какие-то результаты применения к нестуле, к CIFAR. Вот это такого рода такой не очень, скажем так, не очень, нельзя сказать, что не очень сложно, но скорее ресерч, который попробует проложить тот самый мостик между теорией и практикой. Вот. Что же касается конкретно ресерча теоретического, а именно куда копать, ну тут, знаете, в каждой лекции такое огромное количество, как техлакун, и это скорее будет определяться индивидуально. То есть, я бы предложил следующий способ здесь. Если вас заинтересует такое содержание каких-то лекций, вот, тема какая-то, да, вот просто в индивидуальном в индивидуальном порядке собственно поговорить уже по тематике данной лекции и уже наметить какое-то, может быть, направление или поднаправление, может быть, не очень исследованное, если вы хотите действительно делать какие-то исследования в рамках данной тематики. Извиняюсь за тавтологию, но это действительно так, то есть невозможно, то есть, как сказать, понятно, что я могу какие-то несколько тем уже сейчас сказать, но они либо будут очень сложные, либо вам совершенно неинтересные. Лучше всего получается, когда человек заинтересуется какой-то темой и потом начинается как бы такой рутинный работ, начинается изучение разных ресурсов, материалов по ним. Потом складывается ощущение, что вот мне нравится в рамках данного направления такое поднаправление, и я не очень понимаю, например, куда там дальше копать, и здесь уже обоюдно мы можем уже обсудить с вами, что бы можно было сделать. На мой взгляд, очень-очень много не сделано в области... Ну, как бы, понятно, что у меня свой байс есть, то есть, какое-то свое видение, что мне больше всего нравится. Мне больше всего нравится, например, исследование области устойчивости. Я вижу много проблем, которые можно исследовать в устойчивости или, например, не знаю, каких-то еще вещах. Но это мои предрасположенности. То есть, нужно просто разграничивать задачи и исследовательские направления. Задачи можно наклепать по каждой теме большое, огромное количество, и исследования должны как бы идти от желания человека. Поэтому здесь будет прежде всего, я бы очень хотел, чтобы вы изначально заинтересовались. Вот, а дальше уже попробуем что-нибудь сделать. Извиняюсь, я не ответил на вопрос, потому что вопрос был, что куда-куда копать, а ответ такой, что... Нет, все, я просто не очень хорошо сформулировал. Да, на вопрос ответ получил. Да, Максим, извиняюсь. Я... Просто нет ответа на это. То есть, я действительно могу наметить какие-то варианты, но эти варианты, если они не выстроятся, скажем, с вашими интересами, этот ресерч, он не будет являться ресерчем, а будет являться очередным домашним заданием. И смысла в нем не будет никакого. Скажите, а проблема двойного спуска относится к таким задачам, да? Конечно, относится. Проблема двойного спуска до сих пор не очень решенная проблема. Даблграни... Даблдисепт, имеете в виду? Да? Ох, это очень-очень крутая тема. Проблема оверпараметризации мы будем затрагивать, кстати, немного в разделе про МТК, про нейрокасательное ядро. вот. Ну, вообще, да, очень хорошая тема для исследований. И статьи выходят очень теоретически и очень сложные. Так что, да, я бы, если вам это интересно, я бы посоветовал почитать несколько работ, их там, не знаю, не так много введения, начиная, по-моему, с 17-го, 17-го года не начало такое выходить. Можно начать почитать, и нужно примерно прикинуть, что у нас еще не закрыто в области по дабл-десенту. Есть ли еще вопросы? Да, извиняюсь, первая лекция очень большая, но она предполагалась, что будет очень большая. И она не очень интересная, она немножко нудная, какие-то известные вещи, какие-то выводы. Дальше, я надеюсь, будет интереснее. Но первое, она просто как-то, чтобы заложить базис по то, что будет дальше. Наверное, на этом все тогда. Всем спасибо за внимание. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего хорошо.